я приветствую все зрители гостей и конечно же подписчиков канала по следам карт этот видео обзор мы посвятим колоде таро под названием таро лабиринта города издательство pentagram publishing это украинское издательство и это колоду нарисовал художник дмитро рижак который рисует шариковыми ручками и это уже его третья по моему колода также нарисована шариковыми ручками и здесь действие происходит в нью-йорке в начале двухтысячных и как любой мегаполис мир здесь очень контрастный есть богатые бедные есть счастливые несчастные злые добрые и поскольку художника сам является по своему стилю пейзажист то на картах основное время внимание он деленос именно пейзажу и архитектуры а люди здесь маленькие и как бы не кажется что они являются основными персонажами ведь основной акцент сделанной мире вокруг нас они на самом человеке колоколу до таро идет в такой твердой красивой подарочной упаковке сама ламинация глянцевая колоде идет инструкция на английском языке и на украинском где авторы пишут о своей колоде и и основной посыл что в мире и существует много около таро которые изображают жизни прошлых времен а вот колоды в основе которых есть жизни современных людей мегаполисе встречается редко поэтому таро лабиринт города рассказывает про жизнь нью-йорка начала двухтысячных начала двухтысячных где мы видим телефоны компьютеры и автомобили которыми пользуя пользуются герои которые были типичными для того времени а сейчас уже нам даже сдается устаревшими кроме этого некоторые арканы содержат прямые и напоминания про новое тысячелетие например героиня верховной жрицы напоминает нам оракулас фильма матрица карта башня изображает трагическую атаку террористов на башни близнецы в рубашка рубашка показывает нам такой граффити которая типична для современных мегаполисов тем более для нью-йорка нас она также появилась к в начале двухтысячных может в конце 90-х у них еще раньше есть вот такая вот двухсторонняя карта дополнительно если кто хочет использует но в принципе по вступлению все давайте коротко посмотрим этот необычный рисованный шариковыми ручками стиль и саму интересную такую нестандартную достаточно колоду чем она меня и привлекла по традиции начинаем с арканов и мы видим шута в виде такого юного или юной здесь не определишь пол художника который спешит по своим делам в мегаполисе и как бы не замечая мир идет по дороге по которой несутся машины и лишь друг собака на поводке может предупредить об опасности и здесь мы будем часто встречать а в современном таком пейзаже некоторые отсылки к нашей классике к нашим какие-то элементы классического таро как на шуте мы видим собаку на магии у нас такой неформал мы видим а сидит на лестнице и обратите внимание у него на рукаве как раз классический мах из колоды у него такое ирокес на голове он держит сигарету правой руке то есть как раз тот посыл который несет себе мах я все могу и творить свой мир вот он и творит свой мир так как он это видит так как он это чувствует и самое главное это как он это хочет вот эта верховная жрица которая напоминает нам оракула из матрицы и очень мне нравится то что здесь как раз вот такая современная женщина я когда увидела именно эту жрицу в таком исполнении вот дмитро рижака я наконец-то поняла систему вот алисия кшановская да вы знаете психологический портрет у нее своя такая особая а видение на арканы старшие на старшие арканы а прежде всего и она всегда трактует жрицу как архетип матери да как мать я привыкла что у нас императрица это мать и мы это тут увидим более классическое но есть такая некая поправочка это мать у которой уже взрослые же дети и вот здесь и мы видим что женщина за чашечкой даже кофейного какого-то напитка то ли это капучино то ли скорее всего больше на латы похоже сидит наслаждается жизнью то есть она в своем внутреннем о мире да а е доступные какие-то а знания на тонко чувствует мир интуитивно очень гранатовое дерево обратите внимание на собрать как бы отсылает классики ей уже не надо суетиться и бежать в этом мегаполисе видимо ее уже такие основные социальные здесь на этой колоде акцент прежде всего на социализацию до нашего сделан социальные задачи выполнены и сейчас у нее мир подождет весь до телефон отброшен она не смотрит телефон хотя мы будем видеть много персонажей которые смотрят телефон у нее а прекрасный напиток она в красивом месте находится и она как бы наслаждается своей такой интроверсии и улыбается этому миру императрица вот классическая мать также в кафе уже на в удобной обуви потому что ей надо успевать за своими детьми она сидит в кофебаре и вот как бы над головой вроде бы как на витрине корона что нас отсылает к нашей императрицы классика забота надо не кстати не не сказала вот в книжке в мбк тут все классические значения в принципе идут по классике и мы только делаем некоторые акценты на то она специфику колоды на ее основную тему социальную жизнь человека на его социализацию на жизнь в мегаполисе в отрыве от природы и на то что мы можем метафорически для себя она выделить или клиент наш выделит вот на это эти акценты вот эти нюансы они будут первичными ну как в принципе в любой к колоде император деловой такой человек а в бабочки с жилетки современной одеты то есть у него такой casual стиль до подкатанные джинсы вот он в такой интересной шляпе не совсем то есть это не деловой костюм мы видим что этот человек с деловой хваткой он управляет а топ-менеджера крупной корпорации международной в нью-йорке таких много находится и головных офисов и но он достаточно современен при этом он за структуру за стабильность за лидерство он говорит о безусловном никаким авторитете а вот эрофант мне тут очень в этой колоде по порадовал лабиринты лабиринт города здесь мы видим такого кажется простого человека который то ли своим внукам то ли просто соседским детям читает газеты рассказывают какие-то оповеди истории делится своим жизненным опытом передает традиции да вот он такой духовный который притягивает как магнитом себе этих детей мы часто встречаем в разных колодах именно такого эрофанта который сидит в окружении детей и вот нас сидите на крыльце возможно собственного дома и мы видим вот эти ключи традиционные наши от врат рая на изображении двери вот такие вот схованные как это приехал затаянные подсказочки нам художник оставил отсылки классики влюбленные посреди города у нас целующийся молодая пара колесница мы видим на своем мустанге облокотился какой-то бизнесмен конечно это про социализацию про достигаторство про целеполагание очень достаточно коучинговая колода получилась и современный образ так за тавтологию извините осовременил и носили мы видим вот как вы гуляют своего прекрасного по моему это тибетский мастиф да такая порода массивную а собаку девушка хрупкая и кажется она на фоне этой собаки даже меньше весит и конечно это также нам говорит о том что раз она умеет управлять и дружить прежде всего до подружиться находить контакт с таким могущественным величественным животным то это как аллегория метафора и и внутренней силы не зря он тут такой более темный до черный тут эти рыжие пятна так вкрапления также и и вот тех внутренних всех страхов потаенных желаний которыми она может управлять управлять на поводочке не борясь и отшельник здесь тоже так интересно представлена без хать к это человек без жилья собственного вот он в бочке развел огонь это такое частое явище в америке так люди которые не имеют жилья не согревается но взгляд вот его достаточно такой знаете у нас еще будут много людей таких у которых нету жилья в этой колоде мы увидим а это мы будем видеть разные эмоции страх безнадежность а там неверие а здесь вот такой взгляд достаточно умудренный это создается такое впечатление что этот человек выбрал такой образ жизни такой путь осознанно осознанно что он ушел от этого светящегося окнами мегаполиса социума просто ушел на улицу и это его как бы выбор или даже может быть внутренний вызов и естественно он в поиске в поиске собственного пути а колесо фортуны здесь представлена тоже интересно выходящий из книжного магазина девушки много-много знаний обычно это не связывает с колесом фортуна и вот только на вот витраже двери мы видим отсылку к нашему классическому колесу что здесь как метафора судьбы людей написаны в этих книгах до различные разные истории которые мы можем прочитать в этой мировой библиотеке житейских переживаний взлетов падений истории любви истории разочарований истории достижений истории поражений и вот это и есть колесо наша сансары которая крутится ведь на этих страницах как наше классическое колесо крутится здесь есть и взлеты и падения и цикличность и закономерность определенная справедливость здесь мы видим полицейскую которая вяжет видимо преступника который преступил законы мирские законы человеческие законы юридических которые много крупнее сильнее ее но мы видим что перед законом закон превыше всего повешенный очень тоже интересный аркан мы не видим окончание его левой ноги то ли это осознанный прыжок на веревке который тоже достаточно популярен и с небоскребов люди так падая прыгают из мостов я склоняюсь к этой версии то ли он свободно падение но мы по крайней мере не видим страха и отчаяния и там безумства агонии на его лице мы видим что он нам как бы передает привет он видит весь город весь мегаполис а значит и весь мир сейчас в другом совершенно ракурсе у него что-то меняется в сознании смерть изображена печальным арканом когда человек вот сидит на ступеньках какого-то какой-то лестнице с опущенной грустной головой он не может что-то отпустить из прошлого до он не хочет никаких перемен и мы видим вот что смерть она как бы трансформация это переход в другое состояние на другой этап жизни там может быть по этой социальной колоде на другую работу увольнение там до конец старого это всегда конец чего-то нового это смерть соимволизирует не столько этим птицей голубям до который упал видимо с крыши разбился или со своего там гнезда сколько вот этим состоянием кажущийся она сейчас безвыходности но через это окно льется свет и если это расставание значит это предвестник новой встречи если это увольнение значит это предвестник нового предложения нового оффера по работе если вас выселили из квартиры то значит вас перед вами откроется другая дверь и другой квартир но так дальше и так дальше по социальным а вот этим моментом которые с нами часто случается в жизни вот здесь этот аркан так достаточно интересно представлен вроде как бы смерть птицы на самом деле смерть какого-то жизненного и этапа нашего персонажа умеренность фокусник которые до фокусники лизиониста которые часто встречаются мегаполисах на улицах демонстрируют свои трюки демонстрируют свои навыки демонстрируют свои умения здесь мы видим йога который парит в воздухе и переливает воду из одной чаши в другую но и вот этот символ перелития а баланса это баланс умиротворение внутренний покой умение управлять своими эмоциями умение со концентрироваться сохранять вот эту точку покоя тишина в голове да вот закрытие внутреннего диалога монолога постоянного все мы можем увидеть на этом красивом аркане дьявол дьявол тоже двое таких достаточно неформальных каких-то людей до один из них с ирокезом сидят на стене а за граффити в виде дьявола дьявол здесь граффити наш классический с первой ворнутой пентаграммы с факелом в руке жестом правой руки и вот эти двое сидят зачем они тут собрались мы знаем что граффити это часто зашифрованные посту они а в том числе по достаточно таким антисоциальным с антисоциальным характером запрещенным указания на какие-то запретные вещества и возможно они здесь этим и занимаются потому что дьяволы у нас про наши не только внутреннюю тень в социальной колоде то будет про зависимости со зависимости то ли они от каких-то химических веществ зависимы то ли друг от друга что они тут сидят здесь все покажет нам расклад и работа с этой такой интересной нестандартной колодой башня трагедия башен близнецов вообще принципе и трагедия а людства не только америке всего мира и так также часто изображаемый образ современных колодах на старшем аркане башне звезда а люди люди спешат вечерний город уже возможно после работы ищет каких-то развлечений кто-то ищет в баре звезда потому что на мегаполисе трудно рассмотреть звездное в мегаполисе трудно рассмотреть звездное небо вот тут такие скрытые послания один путь туда ну в общем луна интересная когда вот женщина вечером вышла выгуливать своих собак на фоне вот она нашла все-таки такую место точку в котором прекрасно видно полнолуние и вот она идет со своими друзьями и мне нравится что здесь такая показана и мягкая женская энергетика до которая про показывают нам наш внутренний мир сновидение это тоже интуицию погружение в бессознательное до работы с бессознательным с подсознанием нашим и вот здесь она так мягкая запорожена конечно все тоже может быть в окружении так на определенных позициях окружение более негативных арканов может показывать и страхи наши какие-то иллюзии но здесь мне больше она дает мягкая энергетика женской ведь луна это женские инициации в том числе как вам друзья напишите пожалуйста в своих комментариях солнце дети играют в мяч девочка на скакалке но сзади у нас мы видим такие что тут или шторки или обойки которые представлены под солнышем нашими к нашим классическим и вот здесь мне нравится что здесь не только мальчики но и девочка то есть здесь вот показывают солнце не как мужской мужской энергетикой а вот обивалентной страшный суд также мы видим на переднем плане вот здесь людей которые просто на земле а лежат а сидят стоят люди у которых нету возможно собственного жилья и они настолько низко находятся я имею ввиду физические положение тела что они могут даже рассмотреть сквозь все здания кажутся большие массивные вот эти вот лучи которые поранизают небо которые исходят из неба вот и для них они могут разглядеть этот знак этот зов этот призыв если хотите и он им очевиден карта мир представлена к как какой-то демонстрации которые показывают здесь показаны люди вышли на какую-то акцию поддержки скорее всего потому что протестную акцию мы увидим на младших аркана поддержки за мир а здесь много различных флагов на переднем флаг украины мы видим люди вышли в поддержку мира во всем мире за то что разные национальности нужны разные страны не должны сотрудничать с друг другом они воевать мы начинаем смотреть младшие арканы с вами и здесь интересно что практически все тузы это также тут есть несколько персонажей город есть город здесь очень трудно найти уединение и вот на тузе как раз жезлов жезлы это наша самая социальная мастер творческая наша мастер наша масть действий активная масть активности и мы видим что люди все спешат по своим делам и вот на переднем плане герои который тоже достаточно творческий наверно какие-то чертежи у него может смотанные картины но он идет никого не видит своем телефоне спешит потому что он охвачен каким-то желанием поскорее реализовать свои желания связанные вот может быть это его проект показать кому-то достичь какого-то успеха определенного ну двойка жезлов друзья мои наверное всем женщинам знакомо это трудно и трудно достаточно выбора эту сумочку или эту это это платьичка или это черный или черный одеть красный или красный у нас забывает и такой трудный выбор так вот надо брать два и считаю а вы как тройка жезлов мы видим а здесь совещание project plan то есть какое-то бизнес-совещание проект какой-то может быть не только бизнес может быть и социальный проект может быть и благотворительный но который четко идет по тайм-менеджменту здесь расписаны пункты на флепчарте люди записывают свои задачи мы видим и solution толп когда люди накидывают идеи когда одна голова хорошо а вот мы видим даже пять лучше несмотря на то что это тройка то есть это такая некий синергетический эффект расширения уже идеи и намечание планов ее реализации часто путают а двойка в классическом таро жезлов про планирование или тройка здесь у нас четко здесь у нас муки выбора причем такого выбора да вот а брендового вот жезлы они ж про это а внешнего выбора не внутреннего да вот жезлы больше про внешние они вовне направлены в социум а здесь четко карта планирования четверка жезлов прекрасная пара целуется на проезжей части посредине разделительной полосы у влюбленных нет препятствий не наблюдают происходящее вокруг для них мир остановился и возможно это празднование какого-то выпускного какого-то промежуточного промежуточного достижения результата какой-то промежутка жизни это может быть вручение дипломов и так дальше и так дальше то есть мы видим что люди отдаются полностью этому празднованию пятерка жезлов тоже очень интересно показывает как в парламенте или в суде дерутся у нас часто такое мы можем видеть верховной ради то есть классическая конкуренция идей а столкновение интересов желаний кто хочет первый выступить на трибуну кому дать слово какой партии какому движению какому законопроекту вот эта классическая конкурентная борьба в современной мире шестерка жезлов увидим победу победу в соревнованиях празднования кубок получила получена не только одним персонажем а командой скорее всего это американский футбол видимо тут видимо мяча он очень по порядной или может быть баскетбол а в общем в любом случае это успех это победа мы видим здесь это а вот шестерка семерка простите жезлов здесь показана вот акция протеста когда люди защищают свои границы свои права увидим молодые люди в масках и если сначала 2000 то это явно до ковидной истории которые держат плакат пацифика международного символа мира разоружения антивоенного и антиядерного движения этот знак был изначально создан для британского движения за ядерное разоружение видимо люди как и у нас на старшем аркане мир требуют мира требует прекращения военных действий а вот здесь мы видим мирную акцию а здесь уже такую акцию протеста акцию протеста но понятно что в раскладах в любой ситуации мы задаем вопросы себе либо к веренту поэтому аркана против чего вы выступаете против чего вы протестуете против что стало таким уже они невозможно невыносимым что вы решили публично отстаивать свою точку зрения свои права и так дальше и так дальше восьмерка кстати как интересно жезлов представлена эта скорость луча света вот девушка и а в современном мире идет куда-то по своим делам вот у нее мужской костюм деловой костюм хотел сказать уже нас нет границ по моему а тем более в этой колоде между мужским и женским стилем одежды так вот ее как бы ослепил остановил этот луч света она ему отдалась и если вы поддалась отдалась если вы присмотритесь она естественно закрыла глаза потому что невозможно смотреть на солнце но вот здесь вот такая скорость с одной стороны скорость света в виде этого луча с другой и мы живем на таких скоростях космических и с другой стороны акцент на том что а именно эта скорость остановилась когда ты последний раз говорил стоп остановись себе когда девятка жезлов мы видим бегуна который атлета поддерживает свою форму и бежит а возможно если связывать с классическим значение возможно это спортсмен который восстанавливается после травмы тренируется да то есть тот который уже много получил опыта либо это уже в отставке спортсмена как это называется который уже тренирует уже сам не активно не выступает да все таки девятка это уже практически завершение масти и мы говорим об умудренном опыте человека и десятка жезлов очень-очень нам напоминает классику человек набрался проектов человек набрался работы он несет возможную домой он перегружен он перегружен он взял на себя слишком много ответственности слишком много работы слишком много обязательств но при этом у него есть цель и он думает и верит что еще вот еще один проект еще один чертеж еще один рисунок там не ставлю еще один заказ я достигну своей цели и вот так вот мы крутимся в этом колесе сансары в дне сурка карты фигурные у нас вся колода из фигур создает фигурных карта паш жезлов вот такой достаточно еще беззаботный молодой человек возможно бариста возможно продавец ну скорее всего да вот тут какие-то чаи стоят продает кофе радуется жизни и сам употребляет этот напиток и рыцарь жезлов увидим мотоцикл на мотоцикле уже достаточно такого взрослого рыцаря с седой седовласый такой бородой и усами которым мчится навстречу своим желанием мчится с таким юношеским подростковым самочувствием внутри даст мировосприятие королева жезлов мне тут очень нравится мы видим что такую деловую женщину которая выступает с трибуны на питборах она заставляет себя слушать прекрасный лидер харизматичный социально реализованная да личность но за трибуна только ей одно известно что этот черный кот означает понятно что это нам намек из нашего классического но вот это ее женская сущность плавная текучая интуитивная которая сама по себе и вот такие вот у нас встречается в современном мире в мегаполисах вроде мы и выглядим по-современному уже максимально отошедшие от природы но наша природная сущность она всегда возле наших ног и король жезлов харизматичные лидеры к вот вот об этой огненной его энергии напоминает вот этот красный жилет на который он накинул плащ тоже спешит по делам тоже очень целеустремленный и харизматичный человек личность авторитет которого ведет за собой и ведет за собой не может возможно и большие коллективы и малые главное вот этот его внутренний огонь внутри и пожалуй это единственный туз на который представлен одним персонажем это туз мечей мы видим здесь вот такого интеллектуального человека в очках в костюме возможно какого-то профессора учителя ведь масть интеллекта интеллект у нас мечи интеллектуала в любом случае человека интеллектуальной деятельности вот интересно здесь как изобразили изобразил художник дмитро рижак именно отношение к двойке мечей здесь я пыталась разглядеть а не нашла отсылки какой-то там зашифрованной классики нигде тут у нас нету двойки скрещенных мечей все вроде как бы зрячий единственное что у него очки вместо повязка их на глазах но посыл тот же самый человек ушел от социума колода-то социальная у нас про мегаполис про взаимодействие социум все как бы тусовка основная за его спиной он ушел в свой мир а у него ноутбук он что-то выписать он пытается найти ответ на какой-то важный для него жизненный вопрос он ищет эту информацию во внешней мере но вот виртуальной мере он ушел от социума потому что ему надо принять а жизненно важное решение и для этого нужна внутренняя тишина может быть здесь и шумно в этом заведении но он этого не слышит потому что он сидит сам за столом без окружения полностью погружен в свои раздумья в процесс поиска информации мечи это у нас же мазь про информацию про обработку информацию про работу с большими массивами информации про поиски и потому что ему найти надо решение сделать выбор правильный для себя а вот на тройке к мечей мы видим граффити на стиле на стене из классического таро тройки мечей с надписям lost потерянный а сидит молодой человек на полу на земле возможно даже и и переживает свою душевную травму принесенные его же свои мета эмоции его же мышлением его же мыслями а его же мысли формами то что он себе надумал для него сейчас очень мучительно и он это переживает четверка мечей мы видим картину также уединение отсутствует вот он город он где-то там вот пределах видимости возможно это под мостом или еще какое-то сооружение где больше простора наушники а лист с бумагой полный уход как бы себя передышка и пауза от этой городской суеты от этого постоянного вечного лабиринта пятерка мечей мы видим золотой выход где где люди достаточно в классических костюмах толпятся и тоже мы видим какой-то такой а не формал с бутылкой алкоголя в руках сигареты смотрит на них презрительно и думает ну что за лузеры таки они ждут ждут золотого выхода толпятся возле золотого выхода и он сам себе на уме у него есть есть как бы свое отношение ко всему происходящему процессом ну и к этому миру в том числе шестерка мечей мы видим классику жанра семья переезжает вот достаточно распространенный такой способ передвижения путешествия в америке такой автобус комната в котором есть удобство но семья переезжает одного места видимо другое для в поисках более комфортных условий там где или безопасных или еще по каким-то причинам но это кардинальная смена не только точки сиденья как я на говорю но и точки зрения потому что это мечи и семерка мечей также мы видим достаточно классическую распространенную сцену кражи а пока девушка что-то записывает возможно разговаривает с каким-то по телефону возможно что-то в наушниках слушает и записывает проходящим мимо персонажа стягивают у нее предмет похоже то ли на кошелек то ли на диктофон а то ли еще на что-то ну то ли на просто ну на телефон вряд ли это похоже но тем не менее когда происходит кража интеллектуальной собственности показанная это как физическая собственность но помечаем и говорим об интеллектуальной собственности идей произведений каких-то хакер ства и все все когда повторяются чужие тексты выдаются за свои выставляются в социальные сети но если мы говорим про наш современный мир то здесь он больше будет акцент естественно на краже интеллектуальной собственности посмотрите на восьмерку мечей сразу видно ощущение замкнутости каком-то замкнутом пространстве как по мне это какой-то вагон метро а человек на вот эта поза когда человек обнимает свои колени с ногами да нет выхода не видит выхода не связано не сковано глаза открыты но на не видит выхода метафорически из этого вагона которого сама себя загнала до из этого а тупика не видит прежде всего выхода ментального решения выхода до правильного для себя способа выхода ну и снова замкнутое пространство на девятки мечей в трубе каком-то в какой-то емкости бочки не знаю ваша метафора тоже без хать как человек без места жительства потому что мы видим тут много предметов обихода жизни деятельности человека но который как бы боится боится завтрашнего дня не уверен в нем боится за свое принципе за будущее за день грядущий и вот от этих страхах как бы он хочет укрыться в этой норке своей но они же догонят рано или поздно и догоняют они уже нас быстро на десятки когда тоже без хать к сидит мы видим и ведь бутылок и пустые и что-то разбитое или разорвано и уже человек держится за голову вот этой одной ручкой в которой нету перчатки и понимает что что-то пошло не так что-то как изначально в тузе мечей планировалось до на тузе начиналась как какой-то оказалось цельной привлекательной идеей она что-то пошло не так и вот эта идея прошел она процесс анализа она из целого разложилась она молекулы даже на атомы и на процесс разложения произошел и она уже больше не может существовать в этой форме и вот так вот жить тоже больше нельзя это одно это уже предел до которого опустился наш ум наша ментальная сфера а вот паш мечей он еще верит в идеи он молод он неформален у него свой взгляд на мир я так вижу я так как художник да но он так знает он с гитары за спиной напротив граффити идет идет а потому что он уверен он уверен в своей какой-то идеи и практически может он и не столько еще уверен как он как он ведом ей следует а вот конечно же рыцаря мечей уже настолько верит в свою идею какую-то свою картину мира что он готов за нее воевать готов ее отстаивать с оружием в руках готов ее даже навязывать другим другим воздух воздуха да мы видим здесь солдата американского в форме соединенных штатов которые либо защищает свою страну тренируется это делать либо в других странах отстаивает свободу в ту которая есть символом америки которую которую который он себя там верит потому что мечей это про свободу это про идеалы вот идеалы вот этого свободного демократического мира он готов нести и возможно даже навязывать с оружием в руках или отстаивать королева мечей такая успешная наша красивая леди на каблуках но мне кажется такая в домашней обстановке с книгой интеллектуалка безусловно вот предпочитает общество книги обществу мегаполиса вот это вода обществу социума иметь за ее спиной на много о чем говорит с вами друзья вот король мечей видите вот насколько разный король мечей показан что и такой а неформальный на первый взгляд человек он может быть достаточно начитанным интеллектуальным образованным мудрым с холодным разумом расчетом до с острым умом и просто он современный его взгляд на вещи говорит о том что он может быть совершенно по-разному выглядеть но суть и качество короля мечей в нем как бы первозданной форме сохраняется и мазь кубков начинает у нас такая такое изображение как будто бы двойка кубков но нет это только туз кубков это эмоции начала эмоциональная сфера но если тут уже такой штурм что будет в двойке в двойке уже будет гармония когда пара сидит в гармоничной обстановке в тихом уютном месте как будто мира не существует кроме них везде мы будем видеть вот у нас кубки а стаканы это точнее в разных формах здесь бумажный стакан держит здесь два стеклянных стакана потому что это мазь кубки и даже две лампы им осветят они держатся за руки это такая уютная обстановка тихая когда душа торкается души рука торкается руки тройка кубков friendly пространство вечеринка вечеринка тусовочка когда люди доверяют друг другу празднуют вместе много кубков соединились когда им комфортно быть вместе в такой обстановке а вот четверка кубков уже снова со стаканом и с бутылочкой но в одиночестве да человек переживает свою психологическую травму свое какое-то внутреннее депрессивное состояние в одиночку и это конечно не ресурсный способ мы всегда говорим до психологическом консультировании самый ресурсный способ убегать в бутылку убегать в психотропные какие-то средства от своих внутренних переживаний и оставляя лишь на время притупляя вот эту внутреннюю боль но оставляя большие последствия по здоровью и по зависимости пятая пятерка кубков вот интересный такой персонаж вот он не типичен для мегаполиса да вот у него такая интересная форма шапки он в плащ также закутан как наш классический персонаж из пятерки уэйтовской мост вот здесь современный переход также получается проживание какого-то какой-то внутренней травмы какого-то горя но уже в открытом пространстве видите к насколько энергетика вообще и образы здесь разные да вот тут здесь я почему в негативном ключе протрактовала но этот аркан понятно как здесь в каждом аркане есть плюсы и минусы недостаток и преизбыток и энергии но вот здесь на четверке кубков вот настолько он в не гармонично течет это энергия и мне не кажется что этот человек не выйдет из этого состояния мини кажется что он сейчас все гонет с этого моста мне кажется что он просто взял паузу и тоже ушел от социума и это здесь как раз правильно может быть не то слово более ресурсное проживание это горевание когда надо взять паузу уйти от буйства городского лабиринта от социума а побыть и соединиться своими эмоциями прожить их для того чтобы жить дальше жить жизнь у нас шестерка кубков радует кто так делал в детстве пожалуйста лайк этому видео это было супер развлечения особенно те жевательные резинки которые были тогда там не помню уже turbo кто там еще который весь рот в упорожны ну в общем внутри рта все заполняли из них получали шикарные большие пузыри которые лопались на все лицо это ну забавляло страшно нас в детстве сейчас конечно же вот эти орбиты все и остальные они так дуются попробуйте вспомните проживите энергию шестерку кубков семерка кубков да мы видим персонажа то ли уборщика помещений то ли просто он тут присел возле методов но мечтает о большом да пусть у него сейчас этого нету а островах а прекрасных леди он улетел улетел читая газету в свой фантазийный иллюзорный мир ну может быть это ему помогает выжить это такая стратегия в этом мегаполисе восьмерка кубков современная взгляд на эту энергию показывает нам как бы главного персонажа на последнем плане на первом плане тех кто смотрит ему вслед женщина держащая ребенка даже вот эта котяра симпатичная отец уходит уходит то ли на заработки то ли вообще семью ходит то ли в какое-то далекое плавание ну вот такая вот с такой ноточкой горечи потому что на первом плане все как то все все таки те находятся которые провожают он идет не оборачиваясь он идет у него новый этап жизни открывается но они-то тут остаются девятка кубков такая себе дама собачка классическая такая девочка девочка в розовом платье куча коробочек еще беленькая собачка ну вот вот она вот она женская энергия гармония блондинка с голубыми глазами и наслаждается наслаждается прежде всего той гармонии которая внутри нее что внутри а вам нету его вне ей и мир кажется и лабиринт этого города кажется тоже гармоничным потому что она это чувствует себе и хорошая красивая красивый хороший финал как сюда девятки кубка 10 масти кубков десятка кубков нас про гармонию в семье про гармонию с окружением и гармонию со всем миром солнечная прекрасная карта скажите вот и даже не видно практически если только присматриваться что это рисованные картины шариковыми ручками по моему прекрасно друзья тоже интересный очень паш кубков играющий на кардионе дело в том что обычно творчество творчество приписывают у нас и характеризует масть жезлов но кубки тоже достаточно творческая масть творческие люди они вот именно музыканты по кубкам проходит машине тонко чувствуют они слышат внутри себя эту музыку снова драйв у нас не сказала колесница на на рыцарях снова мы видим мопед или как это правильно называется и здесь пара здесь уже пара здесь он не несет никому кубок он уже принес он уже со своим объектом желание вот-вот сорвется с места и умчится наша королева интуитивная с фужером вина вот это вот я понимаю да и сразу жизнь играет новыми красками красное вино прекрасное место созерцательная поза вот она интроверсия королевы кубков вот она ее такая гиперчувствительность король кубоков здесь бесподобный мне нравится насколько здесь вот а позитивно и гармонично передано течение этой энергии короля кубков такой добротушный старик прямо как будто бы смотрит на нас да на зрителя со своим внуком прям старики море у меня такая ассоциация который умеет рассказать историю умеет эмоционально поддержать которому все как магнитик тянутся ну вот я же говорю вот как иерофант в этой колоде просто где тут он у нас просто хочется рядом возле него присесть такие возле короля кубков возле короля окупков также сама хочется рядом присесть и побыть в этой вот его аурии в его поле вот если хотите и у нас идет следует дальше мазь пентакли которая начинается тузо с деловой сделкой до люди жмут друг другу руки здесь намерение заключение какого-то контракта сделки угоды когда оба довольны оба партнера улыбаются это взаимовыгодный союза и мы выгодное предложение двойка пентаклей балансируют и на одном колесе еще с двумя кеглями но просто красавчик да это надо уметь держать равновесие уметь балансировать ресурсами уметь их правильно здесь даже не распределять а правильно ими управлять чтоб ничего не упустить из виду все-таки мазь пентакли мы про ресурсов совместная стройка совместная работа все классика рулит вот тебе прораб с сердцу зужом вот тебе рабочие которые опалубку выставляют для залития бетоном колонны вот тебе наверно мастер смены и совместными усилами потом и растут и растут вот эти вот небоскребы в мегаполисе четверка пентакли напоминает от счетовода бухгалтера который сводит дебет с кредитом банкира банковского работника который ну каждая копеечка записано каждый цент каждый доллар на счету и сзади его картина как-то двое в книгу в тайник прячутся свои пентаклики поэтому все здесь нам очевидно и пятерка пентаклей двое людей достаточно молодых она с надписью я нуждаюсь просят милости просят материальный ресурс потому что сами как бы либо не в состоянии либо большей степени в нежелании его добыть самостоятельно и взять ответственность за свою жизнь в свои руки и отсылка классики вот дерево из пяти пентаклей на каком-то заброшенном в каком-то заброшенной месте на каком-то заброшенной стене то ли заборе из шестерки пентакля мы видим что офисный какой-то сотрудник видя старушку нищую на лавочке отдает ей видимо свой завтрак то ли завтрак то ли обед который в этом мегаполисе на перерыв выскочить и найти что-то нереально везде эти очереди суета но он поделился он поделился по шестерки пентакли от избытка у него есть у него есть работа у него есть должность положение какая-то стабильность шестерка все-таки устойчивая да и он еще себе заработают поэтому он может и перераспределить эти ресурсы карта благотворительности прежде всего до семерка пентаклей мы видим финансовую биржу где акции пошли вверх курсы пошли биткойна вверх наверное люди радуются и празднуют тех кто успешно поставил на эти акции на эту компанию на эту валюту и так дальше и так дальше эти брокеры они празднуют конечно свой успех то есть еще нету этой материализации то есть еще деньги на банковский рахунок не зашли да еще они не стали но вот только им график показал только объявлено они уже в предвкушении в ожидании понимаю правильности своих действий плода своего труда что они вот-вот его получат виде определенной суммы которую не видят на своем рахунку на своем счете сейчас они радуют момент вот этой радости ожидания от успешного финансового вложения восьмерка пентаклей интересно здесь да вот как бы творчество художник вроде пожезла но все таки то без он на улице уличный художник он беспрестанно рисует пейзажи этого города лабиринта этого города продает то есть это постоянная работа постоянный цикл воспроизведения по восьмерке да и в том числе числе это мастерство это уже отточенная высшее мастерство как мастера своего дела прекрасная королева ой девятка оговорочка по фрейту девятка пентаклей . баланса зона комфорта что тут еще добавить у него лежит а пентакль на столе как символ ее финансовой независимости состоятельности в жизни на с полотенцем на голове сказал он в халате бы вышла из душа пьет утренний кофе смотрит в витраж этого города который вот-вот проснулся или уже просыпается но я не надо спешить я не надо бежать туда как вот вот те люди которые на тузах бегут у нас где тут по своим делам она в своей зоне комфорта потому что она уже заработала и заслужила обрела и так дальше и так дальше десятка пентаклей родыны стол стол семьи где все поколения собрались на какой-то хочется сказать крыши или в веранде веранде своего дома вид на город прекрасное время провождения не как будто бы все на нас обернулись как будто это мы их фотографируем или как будто мы вот вошли и это тот член семьи которые которого ждали посмотрите какой интересный такой ракурс подачи художника паш пентаклей снова мы видим на мотоцикле хоть это и не рыцарь но даже пажик у нас рыцарь будет еще на более внушительном транспортном средстве едет едет вот он собрался едет наверное искать работу какое-то другое место новый город а рыцарь пентаклей у нас вот на фургончике вот тот который переезд переезжают семьями мы видим он смотрит карту он пролаживает новый маршрут медленно вдумчиво все по пентаклевой энергии по земной неспешной масти по куночке у него и пентакли подушка с изображением пентакли медленная вдумчивая неспешная а материя земли мне кажется здесь передано замечательно как и на королевы пентакли которую отсылают к материнству к родовым связям не зря она вот опора дерева но тут же да вот как бы и даже кусочек природы в этом мегаполисе только пентаклевая женщина пентаклевая королева могла бы найти потому что она заботишься мать мать природа и там гармонично поэтому вот так ну а король пентакли он что он естественно социален он естественно накапливает свой ресурс который у него даже тут на покрышках его авто а виде пентакля представлен конечно же он медленный тоже поэтому не спешит руки в карманах и земля земля земной конечно хотя это получается у нас по энергиям огонь земли поэтому этот огонь и позволил ему достаточно накопить ресурсов который позволяет ему чувствовать себя уверенно по крайней мере сегодня и завтра так точно ну что ж друзья вот это была новая колода от украинского издательства пентаграм паблишинг до направлено называется сайт пентаграм я а сайт размещу в описании к этому видео и поблагодарить осталось от метро режака за его такое творчество уже третьего колода вот шариковыми ручками как эта тонкая работа вот если мы вот так вот присмотримся мы увидим эти штрихи до переходы вот нестандартная подача я очень люблю нестандартные колоды но при этом легко угадываем практически наша традиционная классика английской школы таро поэтому легка в работе достаточно метафорично ну уже не буду говорить уже каждый раз говорю используется как метафорические карты легко и мне кажется что очень приятно в работе будет с клиентами потому что они будут метафорически интуитивно видеть себя свое окружение своих знакомых коллег по работе на этой колоде и сами отвечать на свои вопросы с помощью такого прекрасного инструмента который из подсознания легко и просто достает ответы как таро лабиринтов города а я с вами прощаюсь друзья берегите себя всего хорошего пока пока-пока